Пандемия перевернула в сфере образования все с ног на голову. Очное обучение сменил дистант. Традиционный учебный процесс, кажется, больше не будет прежним. Важно то, что отрасль попыталась перестроиться, а власти предприняли все, чтобы ей помочь. Обо всем по порядку Александра Головина. Слово «дистант» вошло в обиход совсем недавно, как следствие мартовских ограничений. Нас посадили по домам, а дети учиться продолжили, правда, тоже из дома. Опыт удаленного обучения вскрыл много проблем. Низкая скорость интернета или его отсутствие, технические ресурсы. Школьники и учителя к такому, конечно, готовы не были, впрочем, справились. Разработали новые технические платформы. Педагоги прошли специальное обучение. Предложила дистанционное обучение, предложила задание на изучение уже темы. И посредством обратной связи, это могут быть сами дети или же родители, отправляют мне выполненные задания в социальные сети или же через электронный журнал. Тут же их проверяю и выставляю отметки. Студенты тоже взялись за домашнее обучение, но не все помогать старшим коллегам на местах отправились учащиеся медколледжей. С родителями общался по телефону, с друзьями также видел себя только в интернете и все, больше никак. Мы жили, получается, в гостинице, из гостиницы нам выходить запрещено, мы даже подписывали документы. Коронавирус пошел на спад, жизнь возвращается в привычное русло. Ремонтируют спортивные залы, площадки, детские сады, открываются современные модельные библиотеки и, что очень важно, сразу несколько новых школ. Вопрос с двусменным обучением еще остается до конца нерешенным, но прогресс определенно есть. Здесь есть тренажерный зал, ЛФК он же, большой спортивный зал, шикарная столовая. Школа очень высокотехнологичная, насыщенная цифровой аппаратурой. И нам, даже учителям, придется обучаться работе на этой аппаратуре. Точки роста постепенно заполняют сельские школы. Это, например, два новых оборудованных кабинета в Ясноге, 3D-принтеры, очки виртуальной реальности, квадрокоптеры. 42 таких центра гуманитарного и цифрового профиля появились в республике в этом году. Те условия, которые мы создаем, это современные условия, они предиктованы временем. Технология сейчас сам как предмет несколько меняется. Мы уже говорим, что надо обучать детей моделированию, робототехнике, проектированию. Безусловно, сохраняя все то традиционное, что есть. В новом учебном году в некоторых школах республики стартовала программа по профобучению старшеклассников. Сегодня в стенах школ профессию получают почти полторы тысячи ребят. Самые востребованные специалисты – водитель категории «Б», оператор вычислительных машин, младший медицинский персонал. После окончания учебного заведения они уже могут устроиться на работу. У нас, к сожалению, еще есть муниципальное образование, где площадок профессиональной подготовки пока нет. Ну, там по разным причинам. По причине, например, отсутствия на территории учреждения среднего профессионального образования, либо пока отсутствия лицензии в школе на реализацию образовательных программ профессионального обучения. Но эту задачу мы будем ставить также перед муниципальными образованиями, с учетом имеющихся ресурсов, с учетом востребованных на рынке труда профессий. Еще одна кузница молодых кадров – Кванториум – теперь есть и в Ухте. И это особенно важно для промышленного центра республики. Пять мастерских в среднеобразовательных учреждениях заработали также в этом году. Чего только стоит обновление в политехническом техникуме. Мастерские по стандартам WorldSkills здесь оборудовали по большей части на деньги федерального гранта. Что до научной отрасли, то здесь год на события был небогатым. Впрочем, поводы для гордости все же есть. О них ученые рассказали главе КОМИ при личной встрече. И новый продукт, который ни разу не предлагался – титаносиликаты, как ассорбенты радиоактивных минералов, которые практически по этой технологии из отходов получаются. А это уже институт химии. И здесь тоже новые разработки – современные методы по утилизации нефтеразливов. Он гидрофобен. Большая часть ассорбентов решит тем, что оно собрало и оно утонуло. Воплотить разработки в жизнь мог бы Центр по внедрению таких проектов. Создать его предложил глава республики. Вопрос предстоит решить на федеральном уровне. У коллег нагопилось именно вот такой большой пласт инновационных технологических решений, которым нужна, ну если это в части препаратов, то это доклиника и потом клиника. Если в части технологий, то разгонная база, такая же технологическая база до получения продукта или технологии. Вектор развития республики не нефть и не газ, а наука. Она в коме есть. Потенциал у КНЦ огромный. И с ним в том числе связано будущее региона.